За испорченный фасад и неубранный мусор теперь придется заплатить в 10 раз больше. В Самаре выросли административные штрафы в сфере благоустройства. Теперь за проведение земляных работ без разрешения должностные лица заплатят штраф 25 тысяч рублей. Раньше наказание составляло 5 тысяч. Юридическим лицам грозит взыскание в размере 500 тысяч рублей вместо прежних 20. А за повторное нарушение 1 миллион рублей. Вырастут и штрафы за невосстановленное покрытие проезжей части или тротуара после окончания земляных работ. За грязь, которую разносят транспортные средства при выезде со строительных площадок, застройщикам придется заплатить штраф до 800 тысяч рублей. Данные нарушения правил являются наиболее распространенными. В увеличении штрафных санкций признано в первую очередь повысить социальную ответственность, социальную дисциплину граждан и хозяйствующих субъектов, добиться исполнения муниципальных правил. По соблюдению чистоты и порядка у нас появляется в руках достаточно мощный для этого инструмент. В новом законопроекте предусмотрено увеличение штрафов за несанкционированную мойку автомобиля в общественных местах. Незадачливым автомобилистам придется заплатить за это до 3 тысяч рублей. Увеличили штрафы из-за граффити на фасадах домов. За испорченные стены нарушителям придется отдать от 2 до 5 тысяч рублей. Но поймать злоумышленников за руку задача непростая. Эффективно бороться за чистоту Самары городские власти планируют вместе с самарцами. Людей, желающих помочь нам в этом вопросе, огромное количество. Вот под тем же ГИБДД делали экскурсию специально. И большое количество людей фиксируют и отправляют туда. Значит, давайте здесь посмотрим, как применять и как людей включить в эту работу. В этом задача. Мы же понимаем, что ни у нас административных комиссий не хватит, ни сотрудников полиции не хватит совершенно точно. Значит, людей включить. И куда направлять это все? Чтобы лучше разобраться во всех тонкостях нового документа, в ближайшее время сотрудники административных комиссий пройдут дополнительное обучение. К борьбе за чистоту города власти планируют подключить сотрудников полиции. Как эффективнее ловить злоумышленников, обсудят на совместном совещании. Лариса Шлафаст, Валерий Шаронин. События.